ТЕЛЕУРОК Здравствуйте, ребята! Меня зовут Василь Кубатовна. Прозвенел звонок, начинается урок. В кругу друзей легче считать, легче решать и побеждать. Пусть эти слова будут девизом нашего урока. Вставьте знаки больше, меньше или равно. Решите примеры и проверьте себя. Выполните задание. Выполните задание. Найдите длину ломаной, состоящей из трех звеньев. 10 см, 3 см, 7 см. Проверьте решение. Данное замкнутое ломанное является треугольником. Формулу нахождения периметра треугольника давайте вспомним. Пи равно А плюс Б плюс С. 10 плюс 3 плюс 7 равно 20 см. Длина нашей ломаной. Есть в стороне математики небольшая область, в которой живут геометрические фигуры, тела. Так, где они живут? Что означает слово геометрия? Геометрия – раздел математики, изучающий пространственные отношения и формы. Какие геометрические фигуры нарисовал карандаш? Правильно, ребята. Круги, квадраты, прямоугольники, треугольники, линии, овалы и точки. Тема нашего урока, ребята, свойства противоположных сторон прямоугольника. Сегодня на уроке уточним понятия прямоугольника и квадрата. Выявим существенные признаки прямоугольника и квадрата. Будем развивать устные вычислительные навыки. Логическое мышление. Вы хорошо потрудились, и я хочу вас порадовать. Отгадайте загадку. Четыре палочки сложили и фигуру получили. Он давно знаком со мной. Каждый угол в нём прямой. Все четыре стороны одинаковой длины. Вам его представить рад, а зовут его квадрат. Правильно, ребята. Молодцы. Словно стол стоит квадрат, он гостям обычно рад. Вот квадратное печенье. Здесь лежит для угощения. Вот квадратная корзина и квадратная картина. Вот четыре стороны и, конечно же, углы. У квадрата все равны. Давайте вспомним, ребята, что такое квадрат. Квадратом называют прямоугольник, у которого все стороны равны. Перед вами родственник квадрата. Отгадайте загадку. Эти фигуры по городу мчат, в садик и в школу развозят ребят. Похож на автобус, троллейбус, трамвай. Дружок, на дороге ты не зевай. На дома похожи. С какой фигурой они схожи? Прямоугольник. В жизни нет важней фигуры. Прямоугольник всюду есть. С ним любые процедуры. Угол равен. Ему честь. Дом и стол, тетрадь и книжка. Прямоугольника. Пример. Без фигуры этой крышка не построишь. Мерь, не мерь. Давайте вспомним определение прямоугольника. Прямоугольником называется четырехугольник, у которого все углы прямые. Свойства прямоугольника. Противоположные стороны прямоугольника равны. Противолежащие стороны прямоугольника равны. Диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам. На рисунке изображены прямоугольники. По рисунку определите и сформулируйте свойства прямоугольника. Вывод. Противоположные стороны прямоугольника равны. Противолежащие стороны прямоугольника тоже равны. Диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам. Диагонали прямоугольника равны. Открываем тетради и пишем число «Классная работа». Минутка чистописания. Пропишите число 15 до конца строки. Число 15 – это 1 десяток и 5 единиц. А теперь, ребята, начертите прямоугольник со сторонами 2 сантиметра и 4 сантиметра. Почему даны только два измерения? Ведь у прямоугольника 4 стороны. Вычислите периметр этой фигуры. Скажите, что такое периметр? Периметр – сумма длин сторон прямоугольника. Вспомним формулу периметра прямоугольника. Пи равно 2 плюс 4 плюс 2 плюс 4. Периметр прямоугольника равен 12 сантиметрам. Давайте решим задачи. Мансур сделал из конструктора прямоугольную рамку. Когда он переносил ее, форма рамки изменилась. Длинные сторон рамки остались без изменения. А что изменилось? Правильно, после переноса рамки ее углы изменились. Они стали острыми и тупыми. Почему теперь нельзя сказать, что эта рамка имеет форму прямоугольника? Полученную рамку нельзя назвать прямоугольником, так как в ней нет прямых углов. Решение задачи. Чтобы сделать тележку, Мансуру потребовалось 12 деталей конструктора. А для подъемного крана 20 деталей. Какой вопрос можно задать к задаче? Первый вопрос. Сколько потребовалось деталей для подъемного крана? 12 прибавить 20 равно 32. Ответ. Потребовалось 32 деталей. Можно задать и второй вопрос. Насколько меньше деталей нужно для тележки, чем для подъемного крана? 20 минус 12 равно 8 деталей. Ответ. На 8 деталей меньше. Составьте задачу по выражению и решите ее. Задача первая. В одном ящике 36 килограмм бананов, а в другом на 8 килограмм меньше. Сколько бананов в двух ящиках? 36 плюс, скобка открывается, 36 минус 8, скобка закрывается, равно 64. Ответ. В двух ящиках 64 килограмма бананов. Задача вторая. В танцевальном кружке 36 учеников. А в школьном хоре на 8 учеников меньше. Сколько учеников занимаются танцами и пением? 36 плюс, скобка открывается, 36 плюс 8, скобка закрывается, равно 80. Ответ. 80 учеников в двух кружках. Самостоятельная работа, ребята. Выполните самостоятельную работу и сделайте проверку. Логическая загадка. Отрезки одинакового цвета имеют одинаковую длину. Какая ломанная линия самая длинная? Правильно. Первая ломанная. Оцените, ребята, свое настроение к концу урока. Ребята, давайте подведем итоги. Что нового узнали о свойствах прямоугольника? Где можно использовать новые знания? Кто доволен своей работой на уроке? Над чем стоит поработать? Потренируйтесь дома. Сегодня все хорошо поработали. Мне очень было приятно с вами сегодня на уроке. До новых встреч, ребята! До новых встреч, ребята!